Здравствуйте! Вы смотрите канал «Цветы в доме. Комнатные растения». И сегодня мы с вами разговариваем о пересадке и размножении прекрасного цветка спатифил. Размножают спатифилом делением куста. Удобно это делать при весенней пересадке растения. На каждой отделенной части должны остаться хотя бы 2-3 листа. Такие деленки сажают в специальный субстрат для ароидных, покупной или приготовленной самостоятельно. В качестве компонентов берут перегной, торф, дерновую или листовую землю, песок или перлит примерно в равных частях. Если используется универсальный грунт, то в него добавляют древесный уголь, кокосовое волокно. Если при делении корневищ спатифилома получились деленки без корней, то их укореняют в песке или перлите. Желательно поставить хуршочки с такими черенками в тепличку или накрыть пакетом для создания высокой влажности. Периодически их проветривают и увлажняют. После укоренения их пересаживают в отдельные горшочки с подготовленным субстратом. Пересаживают спатифилом по мере роста. Молодые растения ежегодно, а взрослые каждые 3-5 лет. Между пересадками у больших экземпляров ежегодно обновляют верхний слой грунта. Перевалку проводят весной, стараясь не повредить корни. Новый горшок подбирают так, чтобы он был больше предыдущего, всего на пару сантиметров. Слишком большая емкость затормозит сроки цветения. На дне горшков обязательно должен быть слой дренажа. Спатифилом не любит состоя влаги. В случае реанимации больных растений по причине неправильного ухода проводится пересадка с полной заменой грунта. Для этого корни освобождаются от старой земли, ком отмачивается в тазу с водой и осматривается на наличие гнили. На этом у нас все на сегодня. С вами был канал Цветы Моем Доме. Оставляйте свои вопросы и пожелания в комментариях. Буду признательна за оценку видео. И подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok